Здравствуйте друзья, это видео я снова посвящаю вопросу гарантированного питания для устройств умного дома и расскажу про бюджетный, но довольно мощный бесперебойник постоянного тока на двух литий-ионных аккумуляторах 18650. Герой обзора способен длительное время автономно питать шлюзы, внешние zigbee координаторы, IP камеры, датчики с внешним питанием, краны и актуаторы и даже сервера умного дома на базе одноплатников или мини ПК. В видео будет показана версия на 5 вольт, но существует три версии, еще есть на 9 и 12 вольт, все варианты доступны по ссылкам в описании под видео. Там же вы найдете и мои предыдущие обзоры по этому вопросу. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства, источник бесперебойного питания постоянного тока. Входное напряжение 5 вольт. Выходное напряжение в зависимости от версии 5, 9 или 12 вольт. Разъемы. На входе контакты плюс-минус подпайку или USB-C. Выход контакты подпайку. Максимальная мощность 15 ватт, кратковременно до 20 ватт. Аккумуляторы 1 или 2 литий-ионных 18650. Размер 88 на 41 на 22 миллиметра. Приезжает устройство в простом антистатическом пакетике, на котором указана версия, в моем случае 5 вольт, есть еще 9 и 12. Кроме платы бесперебойника, в комплекте больше ничего нет. Давайте рассмотрим ее внимательней. Устройство поставляется без корпуса, если он вам нужен, придется подобрать или распечатать его самостоятельно. Надписи на плате выполнены на китайском, но в таблице внизу можно увидеть его тип DC 5 вольт. На обратной стороне находится сдвоенный отсек для аккумуляторов 18650. Они соединены параллельно, поэтому можно установить и 1 и 2, во втором случае будет больше емкость. У всех моделей входящее напряжение 5 вольт, которое можно подать на плату двумя проводами, припояв их к соответствующим площадкам, либо через стандартный разъем USB-C. А выход, контакты которого подписаны как УПС плюс и УПС минус, в зависимости от модели, может быть на 5, 9 или 12 вольт. Некоторое время назад я делал видео про применение двухканального zigbee реле с сухим контактом для обычного и аварийного освещения. В нем тоже фигурировал мини УПС на 5 вольт с литий-ионным аккумулятором. Вот герой обзора в сравнении с ним. Ключевые различия это мощность, у маленького она не более 5 ватт. Отсутствие USB разъемов и креплений для аккумуляторов. К слову говоря, для маленьких версий, у меня их несколько штук, я купил еще вот такие недорогие USB удлинители. Я разрезаю его пополам и ставлю плату бесперебойника в разрыв проводов питания. Это позволяет подключать устройства с несъемными USB кабелями, например датчик Akara FP1 или с встроенными разъемами. Ссылку найдете в описании. Емкость бесперебойника зависит от установленных в него аккумуляторов. Я поставил пару Ancer 18650 на 3400 мАч, что в сумме даст порядка 25 ватт часов внутренней емкости. По факту будет меньше за счет потерь при преобразовании в 5 вольт. Сначала для теста я подключил к нему показанный удлинитель, по схеме о которой только что рассказал. Но, как выяснилось в дальнейшем, он подходит только для нагрузок до 6-7 ватт, что более чем достаточно для маленьких бесперебойников. При более высокой нагрузке из-за тонких проводов наблюдается сильная просадка напряжения. В левой нижней стороне виден красный светодиод. Он будет светиться всегда, когда активен выход бесперебойника, для этого достаточно установить аккумулятор. В правой верхней стороне диод загорается при подключении внешнего питания, красным аккумулятор заряжается, голубым заряженный полностью. Проверим функцию бесперебойника. Сейчас внешнее питание подключено. Отключаем, светильник продолжает работать. Включаем назад, на нагрузку это никак не влияет. Для нагрузочного тестирования припаял более толстые медные провода. Вход подключен к лабораторному источнику питания, аккумуляторы на дозарядке, мощность около 2 ватт. Выход к электронной нагрузке. Запускаем нагрузку с подключенным источником питания. Начнем поднимать мощность. Чем больше мощность нагрузки, тем выше ток, который отдает источник питания. Видно, что он закрывает и потребности нагрузки и продолжает заряжать аккумулятор, поэтому источник питания нужно подбирать с учетом такого режима работы. Доводим до заявленного предела в 3 А. Блок питания при этом отдает почти 21 Вт. Отключим его. Теперь бесперебойник работает на аккумуляторах. Отключение внешнего питания не повлияло на его выход. Поднимем еще выше до 3,5 А. Напряжение держится в пределах нормы, но это пиковый режим работы. Заявленный максимум 3 А соответствует действительности. Включаем блок питания. Он отдает ток более 4,5 А с учетом нагрузки и зарядки. Без нагрузки ток падает, теперь он идет только на зарядку и по ее мере он будет падать. В целом можно констатировать, что устройство соответствует заявленным параметрам. Далее я провел тест на полный разряд, для этого на нагрузке установил ток 2 А, что соответствует примерно 10 Вт мощности нагрузки. По всему ходу тестирования, напряжение не проседало до того момента, как аккумуляторы не сели. Тут обнаружился один не очень приятный момент, бесперебойник не отключается, просто падает напряжение на выходе, в данный момент менее 2,5 В. Это не хорошо для аккумуляторов. Полагаю, что тут нужно использовать элементы с защитой от разряда. Ток зарядки около 1 А на полностью разряженных аккумуляторах, по мере их заряда он будет постепенно падать. После того как аккумуляторы полностью зарядятся, диод активности будет светить голубым. Собственное потребление бесперебойника при этом падает до нуля. Благодаря такой мощности его можно использовать для аварийного освещения, вот например он с ZigBee контроллером для адресных лент, про которые я рассказывал в прошлом обзоре. Если электричество отключится, контроллер продолжит работать. Тут я использую круглые DC разъемы с винтовыми контактами, ссылку оставлю в описании. Достоинством этого решения является его бюджетность и хорошая как для устройств такого класса мощность. Он сможет работать не только с шлюзами, датчиками или аварийным освещением, но даже и мини ПК. Например, Raspberry Pi 4B при работе с Home Assistant потребляет около 6 Вт при загрузке около 10. Примерно столько же потребляют и устройства на базе ноутбучных версий Intel. Очень важным считаю резервирование питания на ZigBee координаторах, шлюзах, сетевых типа ZigStar SM Lite, SLS. Без него после сбоя электропитания некоторые устройства будут отваливаться от сети. Постоянно работающий координатор и в идеале несколько опорных роутеров, например специальных USB версий, сохранят стабильную работу сети. Разочаровало отсутствие отключения бесперебойника при просадке питания ниже 2.5 Вольт, тем более что защитный модуль для 18650 стоит несколько центов. Рекомендую ставить аккумуляторы с защитой. На этом все, если видео было вам полезно и интересно ставьте лайки, подпишитесь на мой канал чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. В описании вы найдете все нужные ссылки и на устройства показанные в видео и упомянутые обзоры по этой теме. Кроме этого вы найдете ссылки на мои соцсети, телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу общения по умному дому поделенную на тематические ветки. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok